Ничего неожиданного для сотни пришедших сюда журналистов не произошло. То, что практически ни один российский кинопрокатчик не захотел показывать фильм о бывшем нефтяном магнате Ходорковском, никого не удивило. Да и то, что премьер Владимир Путин отказался давать интервью немецкому режиссёру, тоже. Однако самого режиссёра от Газпутина разочаровал. Было бы здорово, если бы он принял участие в дискуссии, как это принято в Германии. За одним столом собираются ведущие политики и просто дискутируют. Фильм «Дело Ходорковского» показывает борьбу двух противников. То, как шеф Юкоса критикует коррупцию в путинской России и поддерживает оппозицию Кремля. И то, как его в конце концов арестовывают за это. Вообще-то ничего нового в этом нет. И тем не менее, по словам немецкого режиссёра, на кинопрокатчиков оказывали давление. Российское министерство культуры рекомендовало не показывать «Дело Ходорковского». Однако сами кинопрокатчики, отказавшиеся включать фильм в свою программу, это отрицают. Вообще в нашей практике такое не случалось. За 10 лет, пока я генеральный директор «Карофильм», никто мне никогда не звонил и не говорил, что не бери тот или иной фильм в прокат. Показ документального фильма неприбыльный, поэтому его и не показывают. И всё же один московский кинотеатр картину покажет. Может быть и в других городах, правда в российской провинции, фильм всё же выйдет на большие экраны. Субтитры создавал DimaTorzok